Обещанного три года ждут. Жители местечка Авдоть на поликлинике в своем районе ждали пять лет. Сегодня состоялось открытие. Теперь медицинскую помощь в шаговой доступности могут получить 10 тысяч человек. Здесь будет пять участков, то есть это пять участковых врачей, пять медсестер. Это дневный стационар на 10 коек с соответствующим обслуживающим персоналом, то есть это медсестры, это врач дневного стационара. Также здесь будет осуществляться функциональная диагностика, это ЭКГ, функция внешнего дыхания, это забор крови, мочи, чтобы жителям этого района не ездить во вторую поликлинику. Все для оказания первой медицинской помощи здесь есть. Кабинеты отремонтированы и оборудованы. Врачи-специалисты будут принимать здесь раз в неделю. Записаться на прием можно будет через интернет. Чтобы оборудовать здесь поликлинику, пришлось повоевать с частниками. Выбор был между медицинским учреждением и магазином. Хорошо, что в прошлом году нашлись понимающие собственники, которые правильно относятся к вопросу социальной значимости бизнеса. Согласились на невыгодных для них условиях передать это помещение под поликлинику. И на сегодняшний момент, не прошло полгода, может чуть больше полгода, процесс реализовался и жители благодарны. По предварительным подсчетам, аренда помещения за 10 лет гораздо выгоднее строительства нового объекта. Такой пример частного государственного партнерства, считает депутат Шабатинский, показателен для муниципалитетов. Из частного сектора Авдосино давно превратился в развивающийся микрорайон. Но инфраструктура так и осталась слабо развитой. Представители власти намекнули, что на открытие поликлиники они не остановятся. Впереди почтовое отделение, детский сад и еще несколько объектов. Здесь есть школа-интернат, которую мы передали в систему образования из системы социальной защиты. Сейчас вместе с местным депутатом областной думы от этого микрорайона, Александр Ильичем Шабатинским, мы изыскиваем финансовые средства на ее ремонт. Здесь, чтобы открыть на ее базе начальную школу. Поликлиника уже начала работать. Сегодня прием ведет один специалист. Остальные кабинеты пустуют. Следующая проблема, которую предстоит решить – кадровая.